Я пчёлка жужужу, без шуток не хожу, то высунусь из улей, то жало покажу. Эта пчёлка, точнее одна из ролей Александра Морозова, совсем недавно была обожаема зрителями. Сегодня юмористический жанр не так актуален, а сам актёр сбежал из шумной Москвы и уже 7 лет живёт с нами по соседству в Звенигороде. Решение о переезде пришло в один день. Мы поехали в монастырь, и я попросил у раки, значит, встал и попросил преподобного, чтобы я здесь остался жить. В этот же день, в этот же день я купил здесь квартиру, в этот же день. Это просто чудеса какие-то, этого не может быть. Это чудеса, я же говорю. И монастырь у нас прекрасный, и город у нас прекрасный. Александр поселился рядом с центральным парком. Однако тогда это были совершенно другие места. И здесь был совершенно такой дикий лес. Я выходил ночами на балкон и разговаривал с совами. Правда, здесь жили совы. И это вот это у-у-у-у. То есть какая-то вот эта аутентичность, какое-то погружение. Мне это очень нравилось. Сейчас это центр притяжения для горожан и туристов. Благоустройство парка поначалу настораживало, признается Александр. Но результат удивил и порадовал. Фонтаны, дорожки, фонари и зоны отдыха сделали его только лучше. Как и исторический центр города. Очень ухоженный центр стал. По окраинам я еще не ходил. Но я думаю, что и до окраина у нас доберутся тоже. В общем, город просто преображается на глазах реально. О своем переезде ни разу не пожалел. Признается, что Москва поглощала. А звени город так похож на родную провинциальную Самару. Кругом нетронутая природа, святые места. А какие вкусные натуральные продукты. Недавно у актера появилась здесь одна знакомая корова. Я езжу надойку, молоко. Корова вас уже узнает? Конечно, я ее подкормлю. Она радуется, му-му-кает мне. Я, в общем, молока получается много. Поэтому я стал готовить творог. И я считаю, что мой творог вообще лучший. И можно даже делать в Звенигороде бренд. Морозовский творог. Ну, а настоящая серьезная большая мечта Александра – это театр. Я считаю, что в Звенигороде просто должен быть какой-нибудь театр. Детский, свой. Может быть, не обязательно детский, но театр. Потому что я же театральный, я же не только эстрада. Вообще, у меня образование – театральный режиссер. И я считаю, что пора уже детям передавать опыт. И что-то, чтобы Звенигородский театр гремел на весь мир. Из окна артиста видна новая сцена парка, на которой он еще не выступал. Кто знает, может быть, небольшой экспромт станет новым витком в карьере Александра Морозова и культурной жизни Звенигорода. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».